Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас при меланоме как минимум 10% мутации, это много. Приходится на мутации вне 600. Неважно какие номера, делятся они на два класса. Вот посмотрите, если у нас просто мутация ВИРАФ-600Е, то все понятно, у нас сам по себе белок активирован, и он дальше запускает сигнальный каскад. Здесь ингибиторы работают, как мы привыкли. Есть мутации, которые другие. Там меньше активация киназы, но все равно демеризуются белки, запускается сигнал. Вот как такие меланомы лечить, а их много? Уже особо данных нет. Что меня удивляет, что судя по всему, назначение ВИРАФ-ингибитора здесь идет во вред. То есть мекингибитор сам по себе монотерапия, воздействие здесь. Это более эффективно, чем комбинация ВИРАФ-ингибитора и мекингибитора. Есть еще одна интересная группа мутаций. Они называются, что они просто прекращают функцию киназы. Но на самом-то деле вот этот сигнальный путь работает, потому что ВИРАФ образует гетеродимер с другим белком ВИРАФ-СИРАФ, и все равно идет активация МЕК-каскада. А вот здесь интересные есть подходы. Тоже мекингибиторы могут работать в комбинации с ингибиторами рецепторных сирозин киназ. Например, ДАСАТИНИБ, один из препаратов. Такие эффекты показаны. Но вообще для такой большой страны, как у нас, где в принципе доступна молекулярная диагностика и все в принципе доступны лекарственные препараты, я все время расстраиваюсь, что нет никаких не только испытаний, а попытков, если каждый диспансер вылечит вот с такой мутацией, не вылечит, а попытается пролечить одного пациента, это в сумме будет за год несколько десятков. Это уже достаточно, чтобы была какая-то ясность. А при том, что эти мутации, они известны лет 15, как их лечить, в общем-то, непонятно. Ну, посмотрите, здесь статистика, я еще раз говорю, что В600 при меланоме это только 90% мутации. То же самое при толстой кишке, при раке легкого. Другая статистика, там в 600-м году они только 30% мутации. То есть много таких больных. Ну, опять же, я сейчас часто рассказываю про нашу работу в рамках референс-центра. Мы все равно уделяем очень большое внимание, чтобы выявлять все мутации. Поэтому у нас стандартные тесты на В600Е, они дополняются секвенированием. Секвенирование – это почтение полной нуклеотидной последовательности. И поэтому у нас здесь достаточно данные убедительные. Мутации в гене Н-РАС. Все равно мы этот тест делаем всегда, потому что это для нас внутренний контроль. Если мы нашли мутацию в гене РАС, это означает, что действительно нет мутации БИРАФ. То есть мы ее не пропустили и не ошиблись. Но и здесь есть возможности для лечения. Какие? На самом-то деле, посмотрите, у нас РАС активирует все тот же каскад, и в результате все та же активация киназа МЕК. Если вы просто назначаете МЕК-ингибитор, то тогда возникают коллатеральные каскады, и такие опухоли никогда практически не отвечают на монотерапию МЕК-ингибитором. Там есть разные экспериментальные попытки. Сразу скажу, не очень эффективные, с единичными эффектами, не более того. В частности, считается, что механизм резистентности – аутофагия, особый биологический процесс. Ингибитор аутофагии – плаквенил. Поэтому вот эта комбинация МЕК-ингибитор плюс плаквенил, ее пытаются эпизодически применять с переменными успехами. Здесь слайд, работа, которая выполнена в клинике Сергея Владимировича Орлова. Он настаивает, что добавление БЕВАЦИЗУМАБа играет существенное значение. И действительно, вот когда эти триплеты БЕВАЦИЗУМАБ плюс МЕК-ингибитор плюс плаквенил, я видел несколько объективных ответов, раз мутированных опухолей на подобную терапию. В этом, несомненно, что-то есть. Другое направление ингибитора циклинозависимых киназ в комбинации с МЕК-ингибиторами, но это сложнее, они дорогие. Я прекрасно знаю, что есть исследования, которые показывают, что какая-то корреляция между ПДЛ-1 экспрессией и ответом на иммунотерапию есть. Я не отрицаю эти работы, но все-таки, если смотреть инструкции к препарату, рекомендации, то на самом-то деле ПДЛ-1 не должен тестироваться при меланоме, на основе сведений об экспрессии ПДЛ-1 не должны приниматься решения о приоритизации пациентов, назначить или не назначить иммунотерапию. Обратите внимание, 4 препарата в поле зрения, которые часто применяются, ни один из них не требует тестирования ПДЛ-статуса. Секвенирование нового поколения. Для меланомы у него очень узкая сфера применения, потому что львиная доля – это мутации БИРАФ, а всех остальных мутаций крайне мало. Но что объективно, что секвенирование нового поколения может оценивать совокупную мутационную нагрузку. Нужно представить, что у нас все есть. Мы будем делать этот тест при меланоме для того, чтобы, опять же, приоритизировать пациентов на иммунотерапию. Скорее нет, чем да. Потому что посмотрите, что показывают клинические работы. Если мы с точки зрения здравого смысла клиники понимаем, что меланома связана с неосторожным загоранием, злоупотреблением, экспозицией к ультрафиолету, тогда эта меланома содержит большое количество мутаций, и тогда здесь будет высокий уровень совокупной мутационной нагрузки и хороший ответ на иммунотерапию. Если меланома не связана с ультрафиолетом, это в первую очередь относится к слизистым меланомам и целым ряду других, то тогда, в общем-то, ожидать здесь ничего особого не приходится. Будучи специалистом по молекулярной диагностике, я не считаю, что есть какая-то острая необходимость определять совокупную мутационную нагрузку при меланоме. А для чего можно использовать секвенирование нового поколения? Обратите внимание, у нас Нобелевская премия прошедшего года. звучит она для разработки мРНК-вакцины, мРНК, и речь шла о вакцине для коронавирусной инфекции. Но в чем здесь самое главное? Если вы хотите просто наработать вакцину современными методами, вам нужен белок, который является антигеном. Этот белок вы должны наработать, очистить, инъецировать, сделать безопасным. Оказывается, намного проще, если вы наработаете не белок, а молекулу РНК, и ее введете в организм, а молекула РНК будет нарабатывать нужный белок. Добелевский лауреат Каталин Карико, она венгерского происхождения ученый, она как раз делала РНК-вакцину жизнеспособной. Она заменила уридин на псевдоуридин, чтобы РНК не распадалась в организме, и она предложила способ липосомной доставки. И вот это действительно укладывается в нужды онкологии. Чем отличается РНК-вакцина от белка? Ее можно сделать за несколько дней. Белок вы будете накапливать и чистить месяцами, какая бы технология ни была, а РНК-вакцина вы тоже самое можете получить за несколько дней. И вот тут уже есть определенные, по-видимому, перспективы. Можно сделать секвенирование нового поколения, можно найти мутированные белки, не обязательно драйверные белки. Нам нужны просто антигены, понимать, где иммуногенность. Нам нужно адаптировать это здание к особенностям системы ЭЧЛЯ пациента. Это, опять же, секвенирование нового поколения. И дальше нам нужно в самый обычный аппарат, который даже у меня в лаборатории есть, написать программу, какую последовательность РНК мы должны получить. И эту РНК уже в составе липосома, оболочки, которая позволяет проникнуть клетки, ввести в организм. Такие клинические испытания уже ведутся. В основном, конечно, это ближе к адюванту. Речь идет о том, о профилактике рецидива. Но в целом этот подход МРНК-вакцины для онкологии является наиболее приемлемым, потому что здесь очень маленькие сроки изготовления вакцины. Это принципиальная разница от других разновидностей вакцин. Новая мишень. Я сейчас этим очень увлекаюсь. Посмотрите, вот этот белок SF3B1 – это сплайсосомы. Сплайсосомы – регулярция сплайсинга. На самом-то деле, мутации в этом белке были известны достаточно давно, в основном при миеломном болезни. Они встречаются с частотой примерно 1% при всех видах опухолей. При меланомах, судя по всему, чуточку почаще – 2%. В предклинических экспериментах на клетках и мышах показано, что если есть мутации в этом гене, то может ожидаться чувствительность парп-ингибиторам. И мы сейчас берем всех пациентов с любыми опухолями, которые к нам поступали, мы делаем анализ этих мутаций, находим этих пациентов, и если у них исчерпаны возможности для терапии, очень просим врачей попробовать парп-ингибиторы, потому что мне кажется, что в данной ситуации это действительно дополнительная опция, которая имеет достаточно серьезные аргументы для ее использования. Комплексное геномное профилирование. Я очень много вижу пациентов безнадежной ситуации, когда им говорят, сделайте какой-нибудь тест мультигенный. Здесь есть несколько сервисов. Foundation Medicine – это зарубежность. Сервис самый валидированный, несомненно, самый лучший. Есть несколько наших сервисов в стране. Они не валидированы, в отличие от Foundation Medicine. Но так или иначе, все-таки очень важно для врачей понимать вообще, что мы ожидаем от подобных тестов. Идея подобных тестов очень простая. Мы знаем несколько десятков мишеней, всего 30-40-50, и мы берем все опухоли подряд и тестируем на эти 30-40-50 мишеней. Плюс еще совокупная мутационная нагрузка – важный параметр. Почему в этих тестах 300-400-500 генов – это особенность регистрации, потому что туда включают не только нужные гены, но и гены-кандидаты. В первую очередь, надо обозначить профиль пациента, кого не нужно отправлять на комплексное геномное профилирование. Если есть мутации N-RAS или B-RAS, забудьте об этом методе. Ничего вам комплексное геномное профилирование не найдет, кто бы его ни делал. А вот пациенту, у которых нет никаких известных мутаций, ну, может быть, какая-то логика в этом есть. На самом-то деле, здесь, конечно, в первую очередь, ограничения экономические, а не медицинские. Так или иначе, пожалуйста, у нас в институте подобный собственный тест разработан. Он смотрит все значимые мутации, и он смотрит совокупную мутационную нагрузку. То есть, в общем-то, эта технология, когда необходимо, она может применяться, но мы должны понимать, что, в общем-то, шансы найти что-то нужное, они меньше ожидаемых. Ну, и заключительный слайд, это, по сути дела, выводы. Давайте я не буду повторять то, что уже проговорил, или то, что хорошо известно. Большое спасибо за внимание. Я так понимаю, что у нас осталось время на вопросы. Так? Большое спасибо, уважаемый Евгений Наумович. Уважаемые коллеги, возникли ли вопросы? У меня просьба к техническим организаторам. Пожалуйста, никогда не убирайте слайды, пока идут вопросы. Они могут понадобиться при ответах на вопросы. Это касается всех докладов. Спасибо. Евгений Наумович, можно тогда пока задам вопрос, пока аудитория формулирует. В большинстве клинических исследований пациенты, имеющие мутацию в гене-берав, имеют принципиальный выигрыш при назначении комбинированной иммунотерапии. Означает ли это, что пациенты с выявлением мутации в гене-берав все-таки имеют большую пользу от изначального назначения все-таки иммунотерапии, и только при наличии отягощенного висцерального криза и так далее являются кандидатами для таргетной терапии? Очень-очень большая совокупная группа данных, что если позволяет состояние пациента, то лучше начинать даже в случае мутации БИРАВВ-600 с иммунотерапией. Здесь есть несколько аргументов. Во-первых, там, где есть мутация БИРАВВ-600Е, это в основном опухоли, связанные с избыточным солнечным влучением, у них высокая мутационная нагрузка, они иммуногенные, поэтому шансы ответить на иммунотерапию высокие. Второе, если вы начинаете с таргетной терапии, которая в результате ее применения приводит к так или иначе инактивации, подавлению вот этого каскада, то, к сожалению, подавление этого каскада и возникновение различных коллатералей связано с последующей резистентностью к иммунотерапии. Поэтому на сегодняшний день все-таки, если брать, я считаю, что есть критическая масса данных, которая говорит сначала иммунотерапия, потом терапия таргена. Ну, разумеется, это все мы понимаем, что иммунотерапия нужна временно для ответа, и у пациента должно быть сохранное состояние, чтобы были ресурсы для иммунитета. Пожалуйста, Алексей Викторович. Алексей Викторович, сейчас микрофон. Сейчас там еще, да, да. Евгений Новымович, скажите, пожалуйста, вот меняется ли мутационный профиль у пациента в динамике, надо ли его повторно делать, и даст ли это, кому это надо, если надо? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, мое твердое убеждение, что в рутине никакого резона для этого нет, потому что если брать то, что существенно, то это не меняется. Ну, даже, допустим, если условно, скажем, представим, вы лечите пациента с мутацией Бираф, крайне маловероятно, что она исчезнет, хотя бывает какая-то гетерогенность. Ну, хорошо, вот у вас произошла там резистентность, все равно это клиническая ситуация. Ребиопсия мало что поможет. Ребиопсия оправдана, когда что-то идет не так, потому что это может быть первично множественная опухоль, когда кажется, что какой-то очаг растет, а это другая опухоль. Бывают, конечно, какие-то, ну, ситуации уникальные, но в целом, в целом нет резона в реобиопсии. Да, да, пожалуйста. Добрый день, А вот подскажите, пожалуйста, реобиопсия все-таки или жидкостной тест? Твердо, твердо, я твердый противник жидкостных тестов, потому что жидкостной тест оправдан в одном единственном случае, когда мы знаем, какая будет мутация, это если мы лечим опухоль легкого с АДЖФР мутации, гефитегибом, эрлотенибом или афотенибом, тогда мы знаем, что искать. Т-790М, метастазы легких висцеральные, мы не хотим делать инвазивное вмешательство, а вдруг мы найдем по плазме. Это одна единственная мутация, причем эту тест я рекомендую делать несколько заборов крови, потому что все это делается на грани возможностей. Пришел пациент, взяли у него несколько пробирок, и еще на следующий день пригласить и потом, и потом, тогда хоть какой-то смысл будет. Все, что касается всех других ситуаций, это абсолютно пустые надежды, ничем не обоснованные, пустая трата денег. Я понимаю, что жидкостная биопсия для забора намного проще, для анализа она ничего не дает, почти ничего. Евгений Нович, большое спасибо. Еще один вопрос. С учетом того бума на НЖС сейчас, и нам, как кондицистам, постоянно, особенно пациенты, которые страдают местатическими формами, возникают идеи и пролоббируется определенный коммерческий интерес в этом всем, тем компаниям, которые являются посредниками. Могли бы пояснить в отношении того, что если есть НРА, спирафмутация, почему не стоит рекомендовать данный тип? И что мы можем предложить нашим учреждениям в отношении молекулярного процесса? Спасибо большое. Значит, давайте, идея заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев все значимые мутации для лечения, они взаимоисключающие. Поэтому, если мы шли мутацию в гене РАС или РАФ, то никаких других мишеней мы не найдем. Если этих мутаций нет, то там есть 2% опухоли, где мы можем найти мутацию в гене МЕК, допустим. И тогда помогут МЕК-ингибиторы. То есть, получается, что если хотя бы одна драйверная мутация есть с точки зрения вот этого каскада, не путайте просто с мутациями, по IPCA3, допустим, там нет никакого сигнального каскада для лекарств, мы говорим только про этот каскад, то тогда комплексное геномное профилирование бессмысленно. Второе, да, у нас, я понимаю, плохо отрегулирована эта область, потому что я, честно говоря, с этим очень часто сталкиваюсь, когда врачу сложно сказать, он говорит, ну, хотите, сделайте, а потом они нас атакуют, получают вот эти мошеннические отчеты, либо несколько десятков, иногда несколько сотен. Это видимость, это мошенничество, пытаются обосновать, почему так дорого. А потом они говорят, ну, теперь-то вот мы сделали, скажите, как вылечиться. Здесь есть определенное у меня раздражение, потому что врач, который доправляет пациента, он никакой ответственности нести, как правило, не хочет. Наше решение, у нас есть тест, он включает 189 генов на сегодняшний день, ну, там, может быть, будет больше. Он делает совокупную мутационную нагрузку, все мишени. Я всегда прошу, чтобы, если вы этот тест назначаете, сначала со мной посоветовались, я попытаюсь вас отговорить, если есть хоть какие-то аргументы. Стоимость теста на сегодняшний день 59 тысяч рублей, по-видимому, эта стоимость повысится, потому что надо будет платить НДС. Сейчас это выходит по новым правилам за категорию стандартных медицинских услуг, потому что нет в реестре, ну, и, соответственно, НДС там добавится 20%. Ну, с точки зрения цены, это лучше, чем то, что есть, но при этом все равно я очень настаиваю не назначать, пока со мной не говорили. Я стараюсь отговорить, если есть аргументы. Или сказать, да, конечно, если редкая опухоль, если опухоль не выявлен, да. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, а все-таки редкие мутации в гене-берах. С ними что делать? Пытаться таргетную терапию? Да, да. Я считаю, что да. Давайте договоримся так. Вот там прекрасная была картинка. На самом-то деле там целый лес. Там есть мутации первого и второго класса. Я сам их не помню, поэтому там надо каждый раз смотреть вот это и советоваться. Мег-ингибиторы здесь никогда не помешают, если они есть. А вот с кем сочетать, давайте каждый случай отдельно решать, причем это очень нужно. Мой телефон на последнем слайде есть, это ко всем я обращаюсь. Не стесняйтесь писать, звонить я в течение одного-двух дней стараюсь на подобные вопросы реагировать, потому что это очень нужно. То есть редкие мутации это совместная работа онколога и специалиста гене-бераха? Да, да. Вот это как раз да. Потому что где ВЕС-600 Е, я не нужен абсолютно. А вот это как раз тут именно так. Спасибо большое, Евгений Наумович. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.